Привет зритель, ставим лайк и поехали! Произведения искусства всегда привлекали злоумышленников. Их не останавливала ни музейная охрана, ни оборудованные сигнализации. По последнему слову техники – частные коллекции. Музейные воры не разу носили шедевры искусства стоимостью в миллионы долларов. Музей современного искусства в Париже – голубь с зеленым горошком. Пикассо. Май 2010 года. Париж, Франция. 20 мая 2010 года в Парижском музее современного искусства произошла одна из самых недавних громких краж искусства 21 века и одна из самых больших краж искусства в истории. Человек в маске срезал замок на воротах, взломал боковое окно, аккуратно удалил картины из рам и вышел из музея. Всего было украдено 5 картин, оцененных примерно в 88 миллионов фунтов стерлингов. Пинакотека «Сан-Паулу. Женщины у окна» 1926. Ди Кавальканти. Июнь 2008 года. Сан-Паулу, Бразилия. Во второй из двух краж художественных работ в Сан-Паулу, проведенных в течение шести месяцев, три вооруженных человека использовали лом и домкрат в 5 часов утра 12 июня 2008 года, чтобы проникнуть в музей Пинакотека «Ду Эстадо». Были украдены два шедевра «Пикассо» – художник и модель 63-го, и минотавр «Пьяница» и женщины 33-го, а также «Женщины у окна» 26-го, Дика Вальканти и семейная пара «Сегала» 19-го. Четыре шедевра имеют оценочную сумму в 388 тысяч фунтов стерлингов, и только один из них был найден и возвращен – художник и модель Пикассо. Фонд коллекции Эмиля Бюрле «Мальчик в красном жилете» 1895. Февраль 2008 года. Цюрих, Швейцария. 11 февраля 2008 года три грабителя в лыжных масках украли три картины из художественного музея Иджи Бюрле в Цюрихе на общую сумму около 105 миллионов фунтов стерлингов. В частности, были похищены произведения 18-го века Сезанна «Мальчик в красном жилете» 1895-го. Дега «Портрет графа Липика с дочерьми» 1871-й. Мане «Маковое поле близ Ветея» 1879-й. Иван Гога «Ветви цветущего каштана» 1890-й. Только две последние картины были найдены через неделю в припаркованной машине на близлежащей автостоянке. Музей искусств в Сан-Паулу. Портрет Сюзанны Блох Пикассо. 20 декабря 2007 года Сан-Паулу, Бразилия. Шедевры «Портрет Сюзанны Блох Пикассо» и «О Лабрадор де Кафе Кандиду Партинари», оцененные примерно в 36 миллионов фунтов стерлингов, были украдены из Музея искусств Сан-Паулу. Всего за три минуты воры проникли с помощью гидравлического домкрата в музей и унесли с собой картины. Музей Чакара-ду-Сеу. Люксембургский сад. Матис. Февраль 2006 года. Рио-де-Жанейро. Бразилия. Во время знаменитых ежегодных празднований карнавала в Рио 24 февраля 2006 года воры украли из местного музея четыре произведения искусства. Среди них были танец Пикассо, два балкона Дали, Люксембургский сад Матисса и восход солнца, морской пейзаж Мане. Ни одна из украденных картин, которые оцениваются в 32 миллиона фунтов стерлингов, так и не была найдена. Фонд Генри Мура. Склонившаяся фигура. 15 декабря 2005 года с территории фонда Генри Мура в графстве Хартфоршир была украдена бронзовая статуя весом 2,1 тонны, известная как склонившаяся фигура стоимостью около 3 миллионов фунтов стерлингов. Скульптура высотой 2 метра была предположительно поднята с помощью крана и вывезена на грузовике. Музей Мунка. Украденная версия картины Крик. Эдварда Мунка. Август 2004 года. Осло, Норвегия. После кражи в 1994 году картины Крик норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка. Еще одна версия этой картины была украдена средь бела дня вместе с еще одним полотном Мунка Мадонна, грабителями в масках. Мужчины ворвались в музей Мунка 22 августа 2004 года, забрав два произведения искусства и сбежав после в своей машине. Замок Драмланрик. Мадонну с веретеном Леонардо да Винчи. Август 2003 года. Дамфрис Шир. Шотландия. Примерно около 11 утра 27 августа 2003 года четверо мужчин, притворявшихся обычными туристами, украли крошечный шедевр эпохи Возрождения – Мадонну с веретеном Леонардо да Винчи. Они сорвали картину стоимостью около 30 миллионов фунтов со стены и сбежали в старом белом Volkswagen Golf. Музей истории искусств легендарная Сальера. Май 2003 года. Вена, Австрия. 11 мая 2003 года Сальера – скульптура из эмалированного золота, выполненная художником эпохи Возрождения Бенвенута Челлини. Стоимость около 45 миллионов фунтов стерлингов была украдена Робертом Мангом из Венского музея истории искусств. Это стало крупнейшим в истории искусства Австрии ограблением. Три года спустя Сальера была обнаружена в лесу в Зветле, примерно в 80 километрах в музее. Манг был приговорен к пяти годам тюрьмы, но отсидел только два года и девять месяцев. Стефан Брайтвизер, принцесса Клевская, Лукаса Кранаха. Ноябрь 2001 года. Европа. Французский вор Стефан Брайтвизер был обвинен в краже 239 произведений искусства из 172 музеев общей стоимостью приблизительно 960 миллионов фунтов полтора миллиарда долларов. Его первая кража произошла в марте 1995 года, а последняя – в ноябре 2011 года. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Остроум, нажмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.